Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы продолжаем с вами исследовать рождественский синопсис. Синопсис – это согласование евангельских текстов по одному сюжету. Мы говорим о событиях перед Рождеством и о самом Рождестве. Сегодня мы будем говорить о благовестии пастухам. И об этом рассказывается в Евангелии от Луки, 2 глава, с 8 по 14 стих. Этот отрывок начинается словами «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего». Давайте посмотрим комментарий святителя Амбросия Медиаланского. Это его беседа на Евангелии от Луки. «Посмотрите на начало рождения церкви. Христос рождается, и бодрствуют пастыри, чтобы собрать во дворе Господнем стадо из язычников, которые до того жили наподобие скота». И действительно, в Священном Писании, во втором послании Петра, 2 глава, 12 стих, неверующие и язычники, они сравниваются со скотом. «Они», пишет апостол Петр, «как бессловесное животное, водимое природой», то есть инстинктами, «рожденное на уловление и истребление, злословие то, чего не понимают, в растлении своем истребятся». И Амбросий Медиаланский продолжает. Давайте прочитаем с тем, что уже прочитали, и продолжим. «Посмотрите на начало рождения церкви. Христос рождается, и бодрствуют пастыри, чтобы собрать во дворе Господнем стадо из язычников, которые до того жило наподобие скота, и уберечь от набегов духовных хищников в наступающей ночной тьме». И правильно сказано, что пастухи бодрствуют, их наставляет добрый пастырь. Добрый пастырь – это сам Христос, который научает духовных пастырей и священников бодрствовать, оберегая свое словесное стадо. Евангелие от Иоанна 10.11. Христос говорит «Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Амбросий Медиаланский продолжает. «Итак, стадо – это народ, ночь – это век сей, а пастухи – это священнослужители. Или же пастырь – это еще и тот, кому сказано «бодрствуй и утверждай». Потому что не только епископов Господь поставил для охранения паствы, но и ангелов назначил для этого. Действительно, Господь промышляет о своем народе. Он поставил епископов-надзирателей и ангелов-надзирателей над нами, которые надзирают за нами, заботятся о нас, поддерживают и защищают. Таким образом, образ пастырей, которые бодрствуют, это образ церкви, которая всегда промышляет о народе Божьем. Архиепископ Аверки Таушев пишет, «Но ни одно уничижение сопровождало рождение». Что за уничижение он имеет в виду, которое сопровождало рождение Христа? Ни в одной гостинице не нашлось для них места, так как многие пришли на перепись населения, и все гостиницы были переполнены. Но ни одно уничижение сопровождало рождение и всю земную жизнь Спасителя, а и отблески Его божественной славы. Пастухам может быть тем самым, которым принадлежала пещера и которые благодаря хорошей погоде ночевали в поле. То есть, по мнению владыки Аверкия, пастухи жалились над святым семейством, и они пригласили их в пещеру, которая служила местом загона для скота. А сами пастухи, они не пасли овец. В такое время года никто не пасет овец. Они их охраняли, находившихся в этом загоне. А так как погода могла быть неплохой, они сами расположились у костров на улице. И смотрите, что пишет апостол Павел в послании к евреям, 13.2. «Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». А когда пастухи пустили в свою пещеру, на чем настаивались владыки Аверки, святое семейство, они оказали гостеприимство самому Сыну Божию, который имел намерение родиться в этой пещере Вифлеемской. И действительно никакое добро, которое мы делаем по отношению к людям, оно не пропадает. Универсальность нашей христианской веры заключается в том, что, творя любое добро любому человеку, мы творим добро самому Христу. И вот об этом не надо забывать. Смотрите, что сказано в Евангелии от Матфея, 25 глава, 34 по 37 стих. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенный Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили?» И вот, отвечая на этот вопрос праведных, Христос вставит знак равенства между собою и любым другим человеком. Он говорит, «Так как вы это сделали одному из малых сих, вы сделали мне». Вот в этом универсальность христианства. Служа любому человеку, любой религии, любой нации, любого пола, возраста, социального положения, мы имеем возможность послужить самому Христу. И пастухи, может быть, исподобились явлению ангелов, потому что они сами проявили гостеприимство. И мы читаем, что происходит далее с пастухами. «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Ясли – это кормушка для скота. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее «Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение!» Братья и сестры, смотрите, что пишет Григорий Двоеслов, святитель, папа римский. Но что значит явление ангела бдящим пастырем и осияние их славою Божию, если не то, что пастыри, умеющие попечительно блюсти стада верующих, заслуживают высших видений. И когда сами они благочестиво бдят над стадом, тогда обильно сияет над ними божественная благодать. Григорий Двоеслов, папа римский, он как бы делает перенос с пастырей, которые пасут бессловесных овец, на пастырей духовных. И он как бы говорит, «И вы, священники, пастыри, пасите по-доброму своих овец прихожан и сподобитесь откровений свыше». Как эти вифлеемские пастухи, они сподобились откровения ангельского и возможность приветствовать рожденного в Вифлееме от рача млада предвечного Бога. Архиепископ Аверки Таушев пишет, «Воспевавших дивную хвалу новорожденному младенцу Мессии, слава вышних Богу и на земле мир в человеческих благоволения. Ангелы славят Бога, пославшего в мир Спасителя, они воспевают мир как отсутствие брани, который водворяется в душах людей, уверовавших в Спасителя. Они радуются за людей, которым возвращено Божье благоволение. Вышние силы, то есть безгрешные, вечные духи непрестанно словословят в небесах своего Творца и Господа, но в особенности прославляют они Его за чрезвычайное проявление Его божественной благости. Каково великое дело домостроительства Божия? Мир, принесенный на землю, воплотившимся Сыном Божьим, нельзя смешивать с обыкновенным внешним человеческим спокойствием и благосостоянием. Это есть мир совести души человека-грешника, искупленного Христом Спасителем, мир совести, примиренной с Богом, с людьми и с самим собой. Действительно, тот мир, который мы имеем во Христе и со Христом, этот мир «Духовный покой», он не сравним с тем покоем, с тем пониманием мира, который царит в греховном мире, потому что там люди понимают под отдохновением, расслабиться на диване, вкушать вкусную пищу, а потом, в конце концов, сделаются с недью для червей. А мир, который мы обретаем во Христе и со Христом, начавшись в этой жизни, не прекращается и за гробом. Что это за мир, который принес нам Господь Иисус Христос? Мы уже касались этой темы. В результате грехпадения люди оказались во враждебных отношениях с Богом. И символом враждебных отношений был херувим с огненным обращающимся мечом, который закрывал для людей доступ в рай сладости. Но Христос возобновил мир между людьми и Богом Отцом ценой своих страданий, силой своего воскресения. И мы обрели примирение с Богом. И смотрите, что пишет апостол Павел, это 4 глава, 6-7 стих, послание к филиппийцам. Не заботитесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. То есть подлинный мир, когда мы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. То есть стали чадами Божьими по благодати. Владыка Аверки, архиепископ, рассуждает, это совсем не тот мир, о котором так лицемерно кричат в наше время те, кто вовсе не желают мира, а всюду насаждают безбожие, вражду и ненависть. Действительно, в нашем современном мире много говорят о мире, есть такие деятели, миротворцы, которые на Боингах, они летают по всему миру, как голуби мира их называют, Горбачев был такой, голубь мира, Киссинджер и другие разные политические деятели, голуби мира. Потом появляются вот эти голубые каски войск ООН, которые тоже как миротворцы, но ведут себя странно, бомбят, стреляют, убивают, насилуют. и человеческое понимание мира, на этом настаивает владыка Аверки Таушев, это не тот мир, который мы обретаем во Христе и со Христом, потому что мир между разными странами зачастую это перемирие на некоторое время, как возможность подготовиться к более успешной войне. Они там за это время будут свои войска перегруппировать их, наращивать оружие и так далее. То есть для них это именно передышка перед новым конфликтом. А многие корпорации они просто зарабатывают на войнах огромные деньги, иногда поставляя оружие и той другой стороне, как бы подбрасывая хворост сухой в горящий уже костер. И вот Владыка Аверкий далее рассуждает, мир, о котором пели ангелы и который пришел принести нам на землю Христос, солнце правды, это мир с Богом, мир с ближними, как с нашими братьями во Христе и мир со своей собственной совестью, когда она не омрачается и не отягощается грехами и преступлениями против закона Божия. Это тот мир, который завещал своим последователям Христос на тайной вечере перед своими крестными страданиями. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам», и чтобы люди не смешивали этого мира Христова с лживо лицемерным миром политиков, людей, не признающих Христа. То есть очень важно, когда мы являемся миротворцами в евангельском понимании этого слова. Миротворец в евангельском понимании этого слова – это человек, который, пережив Божье прощение, Божью милость и даже Божье оправдание, он старается и других людей примирить с Богом Отцом через Сына Его, а Господа нашего Иисуса Христа, о котором сказано в посланиях апостола Павла, что един ходатай и посредник между Богом и человеками Господь наш Христос Иисус. Он есть мир наш. Это песнопение, оно будет звучать в разных храмах. «Глория ин эксельсис део» – слава вышних Богу и на земли мир в человечесах благоволения. И когда мы будем в предрождественские и рождественские дни слышать это песнопение, мы должны задавать вопрос своей совести, а пребываем ли мы в мире с нашими братьями и сестрами и поспешим примириться, пока есть время до самого праздника Рождества Христова. Христос рождается, славите! Продолжение следует...